Ты будешь это прыгать? Без тормозов Вау Ёу пацаны Короче всем привет Тут Тимофей меня позвал покататься Но сказал что ему велик не нужен Я такой типа чё чувак Что за сюрпризы А он такой Охереть Охереть Всё У Тимофея свой велик Блин Руль охрененный Просто Да как спиннеры Да как спиннеры Рама Рама Карбон рама Только есть одна маленькая проблема Ну не знаю проблем это или нет Но тут типа нет тормозов Тимофей просто парень без тормозов Его нельзя тормозить Сейчас мы сразу едем ставить тормоза Самое смешное то что у нас нету ротора для тормозов Вот эта штука которую должны зажимать тормоза Она называется ротор Но мы её не можем снять с обода Поэтому мы едем в ремонт великов вместе с ободом Чтобы нам сняли там ротор Да Мы очень умные А и тормоза конечно тоже отлично висят Амулет Тормознутый Тимофей Как мы едем в веломастерскую короче Ёпта поворачивай братишка Ты что Сейчас попробуем как то быть Короче Водителем Настоящим Эй, ёпта, я слева опыта не работаю. Я всё правильно делаю, это так работает, я просто первый раз на велике еду. Да, так и надо, так и надо. Блин, ну это очень сильно выглядит, чувак, талисман просто. Знаешь, дизайн, типа, арт-хаус всякий. Кстати, это тот самый легендарный обод, который мы стёрли об асфальт. В самом тупом видео в мире, которое набрало уже миллион просмотров. Ну и что за параш? Сейчас, короче, зацените, как Тимофей тормозит, без тормозов. Мы приехали на точку. Нам Дарт Вейдер с Сишкой чинит тормоза. У меня есть велик, у меня есть тормоз, у меня есть ротор. Теперь докажи, что я не дёртят. Она кивнула, по-моему. Блин, знаешь, как цепочка от Гучи за миллион. Такой Гучи, фрирайд. Это Ашан. Наконец-то, спустя год, у меня нормальный велосипед. И на нём есть тормоза. Это вообще супер, я в шоке, он такой беленький. Ребята, если он будет тормозить, я балерина. Бля. Он что, не тормозит? Нет. Чуваки, короче, вы не представляете, как сложно настроить, блин, грёбанный механический тормоз с Ашанбайка. Часа два. Просто долбались. Тимофей стоял вот в такой позе, раком стоял, блин, и крутил этот тормоз. Наконец-то мы едем. Ну, блин, ничего не стучит, это хорошо. Даже у меня что-то стучит. По-моему, велик хороший. То, что он бэушный, это, конечно, минус, там много чего менять надо. Втулки, блин, менять нужно, каретку. Но мне кажется, это не такая проблема. То есть я на своём точно так же всё менял. Блин, люди, короче, мы пока доехали до парка. Мы поняли, что уже слишком темно, уже поздно, 9 часов. Короче, продолжим завтра. Да. Пришёл следующий день. Блин, тачка не твоя, жалко. Приехали на набережную, ветер слишком диким. Мы выехали, абсолютно солнечная погода, вот оттуда мы выехали. И приехали сюда, а тут вот такое шо-то. Что ты можешь рассказать про этот велосипед? Он легче Артём. На сколько? На целых 2 килограмма, да, вроде? А, то есть я вешу 70 килограмм? Мой велосипед весит примерно 13,5. Да, этот 11. Этот 11 или даже меньше. Супер стритовый. Рама называется FireEye. Рама 24, чтобы вы все поняли. На 26 колёсах. Да, и колёса 26. В общем-то, нам не очень весело, потому что начался лютейший дождь. Стоим под навесом, чтобы не промокнуть. Дождь идёт, если он не прекратится через 5 минут, то мы будем кататься под дождём, потому что нам пофиг. Покатушки, они живут в любую погоду. При любых обстоятельствах. Всё, мы заждались, у нас забомбило, мы едем. Ой, как тут мокро! Он сейчас попец мокрый будет, ой, попец мокрый, ааа. В каждой погоде всё-таки есть своя прелесть. И в мокрой тоже. Дрифтос. Напас, лавантос, Тимофей мутидрифтос. Этот, как его, поднос, насос. Опять же повторюсь, во всём есть свои плюсы. Мы приехали на наши любимые ступенечки подропать. И тут вообще нет людей. И можно дропать, сколько влезет. Поэтому мы погнали. Раз, два, три. Евафей, ты чё, серьёзно? Ты будешь это прыгать? Не, ну ты конченый просто. Блин, сколько ступенек? Давай посчитай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один из двенадцать, тринадцать ступенек дропнуть. Ебан. Давай разгоняйся. Смотри, аж оттуда будет. Да по-любому, на полную. Давай фоткаю, фоткаю. Не, ну ты, конечно, эпичный, эпичный. Единственное, что тебе не хватает, давай сейчас тебе поправлю рукой, смотри. Единственное, что тебе не хватает, это я не... По-моему, тут нормально, водичка такая чистая. Нет, нет. Ну, после такой водички, мне кажется, он будет пахнуть, как какой-то бомж Валера, но как минимум. Ну, то есть, в принципе, ничего не поменяется. Чувак, тебе бежит белка, осторожно. Очень опасно, к тебе бежит белка. Передача «Авберь животных». Здесь вы можете наблюдать белку. Она не боится людей. Здравствуйте. Украинское сафари. Короче, ладно, давай дропай, всё. Белки закончились, белочки ушли. Пацаны, короче, дождь лютый вообще. Прям льёт. И опять же, если сейчас дождь не прекратится, то мы всё-таки поедем дропать, потому что выбора нет. Мы зашли под навес. Вот он. На нашей части под навесом оказалась лестница, по которой можно конкретно так посъезжать чётенько. То есть, мы найдём в любой ситуации выход. И прямо в этом же месте, чтобы максимально использовать площадку, ну, в которой мы застряли, так сказать, из-за дождя лютого, мы нашли прям тут, смотрите, идём-идём, и такой дропчик такой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, почти. О, мы, походу, дождались. Начинает выходить солнце, вон, видно просветы в облаках, где-то. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай! Ух ты, б***ь! Еб***ь! Вот это ты, еб***ь! Нормально? Все, умер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это, это, это капец. Все, монтаж ты делаешь. Ари, делаем капец. Делаем капец. Да ладно, не смешно, ни хрена, пацаны. Катайтесь в защите. Хотя тут защита не поможет. Ты реально, ты так упал, ещё проехался. Надо в больницу заехать, наверное. Теперь ты официально побил мой рекорд по падениям, самым жёстким. Я тебя поздравляю с этим. Желаю тебе дальнейших успехов. Не, вообще, это не смешно, реально. Мне кажется, это кости вылезло. Мы долгим. Мы шо? А-а-а! Не, сейчас поедем в Агушу и, короче, жахнем. Она регенерирует его полностью. Ну, знаешь, ещё хорошо, что сейчас дождь. Потому что я по ним хоть как-то проскользил. Потому что если бы было всё сухое, то... Не, ну хотя если бы было сухое, я бы не проскользил. О, как раз дождь. Ну что, едем снимать другие тромбы, да? Обязательно! Она просто абсолютно скользкая. Я еду такой спокойненько. И вот так раз, и... Катайтесь вообще. А лучше вообще не катайтесь. Срочное включение. Вот это мы вовремя успели вернуться. Просто посмотрите. Это такой кайф. Тимофей, слушай, побеги на холмик, я тебя сниму с великом. Вот туда. Будет такое фото. Блин, охрененно. Понимаете, вся жизнь, она состоит из чёрного и белого. Вот я упал, чёрная полоса. И закат это просто... Это розовая, оранжевая полоса. Вау! Блин, капец эпично. Жалко, я не успею такую фотку себе сделать. Сейчас Тимофей расскажет историю своих велосипедов. Вообще, тяжело сложилось у него с велосипедами. Пришлось даже ему целый год кататься на моём велосипеде. То есть он не мог сам кататься даже, понимаете? Каждый раз, когда Тимофею хотелось покататься, ему нужно было приходить ко мне и даже... Может, давай я сам расскажу? Да, сейчас Тимофей всё расскажет. Респект знакомому, который продал мне этот велосипед. Хороший велосипед, такой бюджетный и хороший, качественный очень. Спасибо Тёмчику, который весь этот год давал мне покататься на своём дёрте, на своём другом там скоте. Наконец-то моя мечта осуществилась, и я буду стрит-дёртером. Е! Е! Е-вой! Погнали, давай! И сразу дропай с тех ступенек, я снимаю, давай! Е-э! Реально круто! Катает на своём МТБ. Мечты сбываются! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова